15 социально ориентированных некоммерческих организаций Тверской области стали победителями второго конкурса фонда президентских грантов 2020 года. В их числе Вышневолодский городской округ, где будет реализован проект «Футбол больше, чем игра» для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию и ребят из домов-интернатов. Подробности в сюжете наших коллег из ТРК «Вышний Волочок». В середину июля снова разрешены занятия спортом на свежем воздухе. В футбольном клубе «Волочанин» ребята тоже уже приступили к активным тренировкам и подготовке к спортивным соревнованиям. Тем более, что на средства фонда президентских грантов, а это около полумиллиона рублей, для юных футболистов приобретут форму, мячи, сетки для ворот и прочие необходимые спортивные атрибуты. Запланированы фестивали в формате встреч дворовых команд и проведения товарищеских матчей. Константин Ерофеев, директор футбольного клуба, а также руководитель проекта, признается, что не ожидал получить такую поддержку. Даже, честно сказать, было неожиданно, что мы попали в президентский этот грант. Вот, естественно, сейчас будем использовать его. Тренера у нас, естественно, все опытные, все прошли большую школу футбола. Я имею в виду как команду мастеров, так и тренерскую. Помогать в воплощении задуманного Константину Ивановичу будут такие же энтузиасты спорта, как и он сам. Главная задача организаторов проекта – приобщить к спорту и здоровому образу жизни детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Ребята из социальных семей и юных вышневолочан. Согласно нацпроекту региональному «Спорт нормы жизни», в данном случае мы повысим как раз систематическое увеличение численности систематически занимающихся футболом. Это не только дети и взрослые, но основной упор это, конечно, у нас будет на детей. Добавим, что в Тверской области футбол – один из самых популярных и массовых видов спорта. В 2019 году им занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Субтитры создавал DimaTorzok